Аппаратное освещение началось не с самых приятных тем. В конце прошлой недели произошло два события, которые потрясли всех жителей области. Двое ульяновцев умерли от отравления подсолнечным маслом. В настоящее время семь взрослых и четверть детей находятся под наблюдением врачей. Вещество, предположительно которым произошло отравление, выводится из организма в течение 60-72 суток. Поэтому пока оно не будет выведено, они нуждаются в постоянном наблюдении и контроле лабораторных показателей. Масло было произведено жителям села Михайловка Теренгульского района. Отравленный сырьен, предположительно, получил из соседней, Самарской области. Часть произведенного масла была оставлена теренгульскому крестьянину. Им-то и отравились ульяновцы. По заверениям специалистов, отравленного масла на прилавках региона нет. Но, тем не менее, осторожность не помешает. Все, что касается масла, которое на сегодняшний день не имеет сертификации, не имеет определенной этикетки, безусловно, к этому относиться максимально осторожно и желательно, конечно, не приобретать данный продукт. Верить тому, что на сегодняшний день масло домашнее, вкусное и качественное, соответственно, и реализуется по каким-либо там, что называется, нестационарной таре, это неправильно. Глава области призвал максимально жестко отреагировать на произошедшее. Случай в районе назван губернатором безобразием с точки зрения управления муниципалитетом. Мы потребуем проведения проверки, и если понадобится, то и освобождение от занимаемой должности любого должностного лица в Теренгульском районе, который имеет к этому отношение с точки зрения нереагирования на то, что у вас происходит на территории. Второй случай произошел ночью 18 августа в селе Патрикеево, базарно-созганского района. 16-летний подросток убил своих родных, маму, бабушку с дедушкой, сестру и брата. После чего покончил жизнь самоубийством. Для всей Ульяновской области это огромное потрясение. Нам надо очень внимательно все проанализировать. Ребенок был талантлив, ребенок был на хорошем счету, но произошло вот то, что произошло. Губернатор поручил проанализировать этот случай и разобрать его на комиссии по делам несовершеннолетних. После этого перешли к вопросам благоустройства. Губернатор уведомил участников заседания, что подписал распоряжение о последних благоустроительных работах на территории области. Тематический месячник пройдет с 19 августа по 19 октября. Вот такой штаб организован на территории региона. Он будет управлять в ежедневном режиме ходом проведения благоустроительных работ. Относительно задач. По информации министра в плане предусмотрено 29 видов работ, которые будут проводиться в области. Кроме того, губернатор поручил обратить особое внимание на подготовку к топительному сезону. С понедельника в регионе началась неделя национального проекта «Наука». Она будет посвящена празднованию 300-летия Академии наук. И все мероприятия будут проходить под ее эгидой. Запланировано более 200 мероприятий. 1 сентября остается еще пара недель. Но мы решили провести именно в это время для того, чтобы с одной стороны поставить какие-то задачи перед научным сообществом, с другой стороны сделать какие-то определенные выводы. Завершится неделя национального проекта «Наука». И сразу начнется неделя нацпроекта «Образование». Ее старт совпадает сначала на традиционного августовского образовательного форума, который посетит министр просвещения России Ольга Васильева. Основными темами образовательного форума станут два вопроса. Первое – это реализатор национального проекта «Образование на территории». И второй принципиально важный момент – это обсуждение регионального закона о статусе учителя. Еще раз напомню, коллеги, мы об этом говорили, что опыт уникальный региона, потому что такого закона нет ни в регионе, ни на уровне федерации. А в школах области тем временем заканчивается подготовка к новому учебному году. Из 776 образовательных учреждений приемку пока не прошли только четыре. Там завершаются ремонтные работы. По словам министра, в скором времени эти школы пройдут все необходимые процедуры. Егор Титов, Александр Кутряшов. Новости Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова